Мы продолжаем наш веселый разговор о Сен-Сансовском карнавале животных. Но вы помните, прошлую программу я закончил тем, что со времен Сен-Санса, как музыкального критика, появилась традиция шутить в рецензиях о музыке. Никогда ни одной серьезной, скучной, грустной. И виноват в этом Камиль Сен-Санс. Если у нас когда-нибудь останется время, я вам даже напомню и расскажу о том, как удивительно шутил. И сам Сен-Санс, и после него, и до сегодняшнего дня, различные музыкальные критики. Так вот, мы тогда остановились с вами на черепахе, когда Сен-Санс взял Орфея в аду, знаменитый канкан из оперета Афенбаха, где Орфей забирает свою эвредику и танцует с ней веселый канкан. Сен-Санс замедлил этот канкан в восемь раз. В результате появилась черепаха. Одна, вторая, я не знаю, сколько их там, но вот такая шутка. Мало было шутить Сен-Сансу. Следующая часть карнавала животных называется «Слон». В ней участвуют контрабас и два фортепиано. Контрабас играет вальс. Но если бы контрабас, который, в общем, меньше всего приспособлен для того, чтобы играть вальс, только играл вальс, это было бы наполовину комический эффект. Но весь фокус в том, что контрабас играет первым вальсообразном ритме танец сильфов из драматической легенды Берлиоза «Осуждение Фауста». Там они такие бесплотные, звучат высоко, полетно, почти таинственно, и сливаясь с воздухом сильфы. Но вот, видите, Сен-Санс берет и превращает этот вальс в танец слона. Но и этого мало. Он берет музыку Мендельсона, комедии «Сон в летнюю ночь», и она тоже звучит на контрабасе. Это знаменитая скерца из музыки «Сон в летнюю ночь». Шутка, но получается двойная шутка, потому что у Мендельсона она подвижная, веселая, радостная, а здесь она такая контрабасовая, серьезная. Ведь все, что исполнялось в высоком регистре, теперь перенесено к неповоротливому контрабасу. И получается, что это как бы танцующий слон. Что-то мне хочется вспомнить, слон в посудной лавке. Слушайте. Субтитры подогнал «Сон» «Сон в летнюю ночь» А вот махонькая смешная песка «Кенгуру». Играют два фортепиана. Стакката. Сен-Сан знает, как учат пианистов, поэтому он решил дать еще один урок. Пианисты должны потренироваться играть стакката, острые звуки. И тогда получаются прыжки «Кенгуру». Субтитры подогнал «Сон» А вот чудная пьеса из карнавала животных «Аквариум». Флейта, стеклянная гармоника, струнные фортепиано. Это потрясающая звукопись. Вдруг Сен-Санс перестает шутить, прыгать, хохмить, и появляется такое чудо импрессион, импрессионизма. Вот я не случайно сказал импрессионизма, потому что Сен-Санс в этой пьеске как бы подшучивает немножко над современными ему композиторами-импрессионистами, которые только-только появились и делают свои первые шаги. Год-то 1886. Слушайте, какое чудо. Совершенно замечательный прозрачный аквариум и рыбки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот еще одна песка. Называется «Персонажи с длинными ушами». Всем ясно, кто это? Ослы. А почему Сен-Санс не называет их ослами, а пишет «Персонажи с длинными ушами»? По одной причине. Он имеет в виду не ослов, которые в зоопарке, а ослов, которые критики музыкальные, которые недоброжелатели. В общем, ослов было сколько угодно. Сен-Санс имел на это полное право, потому что он еще помнил, как сравнительно недавно, великая опера Жоржа Безе стала убийцей ее автора, потому что критики – ослы. Вообще все ослы, вообще сколько погублено гениев, которые не выдержали травли, потому что все ослы. Ну а сама песка на несколько секунд всего скрипки подражают ослиному крику. КОНЕЦ А вот это вот пьеска «Кукушка в глубине леса». Кларнет и два фортепиано. Фортепиано играют, красивую музыку, такой красивый лес, так разнообразно. А издалека, по-моему, идея Сен-Санса тогда за кулисами. Кларнет – ку-ку. Опять пианисты стараются, а кларнет – ку-ку. Ну, в этом нельзя тоже не усмотреть юмор. Как ни старайся, пиши замечательную музыку. Боже, если рецензент – осел или ку-кушка, то кроме одного и того же ку-ку, ничего из него не выжмешь. Слушайте. КОНЕЦ 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 А вот следующая, тоже одна из моих самых любимых пьес – «Птичник». Флейта струнная и два фортепиано. Тремоло шелестит у струнных, совершенно потрясающий. А Флейта играет щебет птичьи. Потрясающе сделано. Вот видно, как Сенсанс вообще отмечен Богом. Какой талант. Ярчайший талант. Потому что этот птичник нам за несколько секунд дает все многообразие птичьего щебета. Это просто праздник. И опять же, элемент имплассион. Сенсанс или подшучивает над импрессионистами, или показывает, что талантливый композитор всегда импрессион, всегда впечатленец, всегда импрессионист. Слушайте. КОНЕЦ КОНЕЦ А вот эта пьеса называется «Пианисты». То есть, среди всех зверей, наконец, появились два самых злокозненных. Это пианисты. Почему злокозненные? Чем виноваты пианисты и почему Сенсанс на них сердится? Дело в том, что вы сейчас услышите, что они будут играть. Они будут играть гаммы и упражнения. Причем все время одно и то же, одно и то же, одно и то же. Опять гаммы, опять упражнения, опять. Это в стиле ганона или черни вот эти упражнения. Просто Сенсанс считал, что иногда пианистов так засушивают в консерваториях, заставляя их все время играть вот эти ганоны и вот эти все однообразные, как он считал, этюды. Поскольку, надо же знать, говорил Сенсанс, что вся великая музыка – это и гаммы, и движения. Ну, в музыке надо учиться двигаться, а не отдельно выносить движения. Но это спорный вопрос, потому что это всегда был объектом дискуссии. Нужно ли отдельно играть гаммы и этюды? Или не надо, потому что некоторые концерты Бетхойна начинаются с гамм и этюдов? Ну, а зачем тогда отдельно этюды? Ну, повторяю, это вопрос серьезный, но Сенсанс в данном случае его решает в пользу своих убеждений. Нечего все время играть ганоны и черни, не нужно мучить пианиста. Нужно, чтобы развивалась чувственная сторона, сердечная. А, впрочем, слушайте, как ведут себя пианисты. КОНЕЦ КОНЕЦ И еще одна пьеса «Ископаемая». Еще одна потрясающая шутка Сенсанса. Кларнет, ксилофон, два фортепиана и струнные. Сенсанс берет свою собственную знаменитую пляску смерти, которую вы слышали в прошлой программе. Или танец смерти. А кроме всего еще берет детские песенки, французские. Ну, как французские. Вот одна из них французская. Во Франции она французская. В Швеции она шведская. Называется «Свети маленькая звездочка». А в России знаете, как она называется эта пьеса? Алигрета Моцарта. Причем с Моцарта? Моцарт ее не писал. Просто Моцарт написал вариации на тему эту. А эту тему играют все начинающие скрипачи. Помните? Ре-ре-ля-ля-си-си-ля-соль-соль-фа-фа-ми-ми-ре. Вот она, да? Вот вы ее там услышите. И вторую французскую детскую песенку. Вот Сенсанс цитирует, повторяю, пляску смерти, детские песенки. А потом вдруг Каватину Розины. Из оперы «Рассиний сивильский цирюльник». Знаете, помните там слова вот такие в этот момент, когда звучит музыка? «Но обижать себя я не позволю, и будет все, как я хочу». Дальше я не комментирую. Итак, сочетание этих всех мелодий и название «Ископаемое», которое относится к тем, кто абсолютно не современный, не передовой, а кто давно уже скелет в шкафу, к ним обращается Сенсанс с этой чудесной, очень доброй музыкой. Сенсанс с этой чудесной, очень доброй музыкой. Сенсанс с этой чудесной, очень доброй музыкой. Ну и, наконец, «Лебедь», ничего не скажу. Одна из самых великих мелодий на планете Земля. Единственная серьезная музыка. Правда, Анна Павлова в постановке Фокина сделала умирающим лебедем. Сенсанс очень удивился, но ему понравилось. Он сказал, у меня лебедь не умирает, хотя я с ним не согласен. Он у него объективно умер, потому что скрипка там перестает играть, и виолончель, скрипка в приложении или виолончель в оригинале перестает играть, а вода продолжает двигаться. То есть два рояля играют эту воду. Ну, ладно, спорить с Сенсансом я не хочу. У него объективно, на мой взгляд, лебедь умер. С точки зрения Сенсанса нет. А Фокин увидал умирающего лебедя. Но так или иначе, это одна из нескольких самых любимых мелодий во всей европейской музыкальной культуре. Если бы Сенсанс ничего больше не написал, кроме этого серьезного лебедя, в несерьезном карнавале животных, ему можно было бы стоять памятники во всех странах. КОНЕЦ 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 И, наконец, финал. Исполняет весь ансамбль. Очень легкая, очень радостная тема, которая тоже обычно звучит во всяких муленружах, во всяких варьете, когда выходит по очереди на поклон все. И поэтому эта мелодия сочетается с фрагментами и мотивами из некоторых предыдущих частей. И это все так весело, радостно. В общем, Сенсанс написал музыку гениального капустника. Не случайно в прошлой передаче я начал разговор о консерваторских капустниках, на которые стремились попасть все, кто только знал. Или, как обычно говорят, все, кто знал, должен был быть там. Ну вот и все. Слушайте «Карнавал животных», радуйтесь жизни и вместе с Сенсансом смейтесь над смертью. «Карнавал животных» «Карнавал животных» «Карнавал животных» Итак, мы с вами слушали музыку Сенсанса. Что я хочу вам в заключение сказать об этом композиторе. Мы сознательно включили композитора, его музыку, которая не стоит в ряду, в котором Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Брамс, Бетховен. Потому что Сенсанс для нас сегодня не менее важен, чем вот эти абсолютные гении. Абсолютные гении, они нам создают постоянное ощущение атмосферы веры в величии европейской культуры, в то, что наша великая цивилизация, то, что наша великая цивилизация не случайно двигалась от простого к сложному, к великим решениям, к великим идеям. А Сенсанс в ней, у него очень хорошая, интересная роль. Он один из самых остроумных, один из самых светлых, жизнерадостных, одаренных людей. Личная жизнь, вы помните, мы говорили об этом, у него была не сладкая, у него погибли оба ребенка. Он расстался со своей женой и больше ее всю оставшуюся жизнь никогда не видел, видимо, не хотел видеть. Вот личная жизнь, но никакого отношения его личная жизнь не имеет к его музыке. У его музыки явная и важная цель – подарить людям, живущим на планете, счастье, ощущение радости. «Посмейтесь над смертью», – говорит Сенсанс, – «и будете жить долго и счастливо». В который раз, напоминаю, Сенсанс болел всеми болезнями, мыслимыми и немыслимыми. Он прожил 86 лет и умер в Алжире во время своих гастролей в Африке.